здравствуйте добрый вечер всем добрый вечер добрый вечер добрый вечер лара первым добрый вечер но тема да правда я вижу какой сегодня аншлаг приятно вам привет в казань добрый вечер потом обязательно сделаем с вами перекличку я что прямое подключение геннадия и зафер часа из петербурга как бы я ему не завидовала добрый день добрый вечер доброе утро мне нравится что у нас такая обширная география больше всего мне нравится что я вас узнаю мои прекрасные зрители привет привет очень красивый я уже вы уже меня за подразниваете прекрасный прекрасными геолокациями спасибо геннадий лайф добрый вечер геннадий здравствуйте татьяна здравствуйте геннадий собственно говоря место откуда мы но вот тебе и букеты по понедельникам геннадий а вот денис очень приятно денис добрый день добрый вечер наверно после четырех мы вообще с собой одни из первых кто на невском 141 побывает потому что бутик открылся буквально а перед новым годом и это новейший бутик компании канале вообще говоря это семейная ты же знаешь семейная компания я но все семейные истории я ведь никогда в то что я не верю и как мы я семейную историю канале абсолютно это потом расскажу что случилось со мной однажды в самолете и потому я точно знаю что канале это семейная компания букеты по понедельникам геннадий посмотри я приняла подарок от talin portrait gallery букет по понедельникам а у тебя шикарные марилисы да наши любимые геннадий но ты читал мой анонс я думаю что правильный букет правильные цветы ты заметил я вчера все-таки поставила опрос квиз на предмет того что людям нравится получать сжатые в компост 101 цветок или красивые заметные отдельно стоящие растения и ты знаешь одна из наших с тобой зрительниц очень красиво процитировала свою бабушку она сказала достойный достойный букет это всегда это тот букет в котором виден цветок и я парирую каждый цветок виден и для меня вот достойный букет это вот такой же элегантный образ дарителя букета как меня научили что человек элегантно это значит так незаметно что человек только что вышел от паркного или из канали или от парикмахера это такая незаметная естественно сделанная естественность и я вижу что ты уже это вип вип помещение правда ты знаешь но да канале занимает как мы помним с тобой сегмент премиум и это тот сегмент в котором ну так сказать цены не задраны ткани прекрасны и что называется роскошь которая affordable доступная роскошь и но в концепции канале знаешь что еще для меня доступная роскошь да вот например я точно знаю что у канале есть около по моему 200-180 бутиков канале монобрендов в мире канале можно купить в 100 лучших универмагах мира почти в 100 странах вот это для меня доступная роскошь когда я где-то нахожусь в поездке я могу пойти докупить я могу посмотреть что есть нового у моей марки где я точно знаю свой кат где я точно знаю мы с тобой пользуемся точно так же мы с тобой каждый из нас преданы своим маркам правильно и у каждого байра у каждого у каждого бутика магазина есть свой выбор поэтому мне всегда интересно это наверняка точно на тебя сядет поэтому то что у канале есть такая дистрибьюция это есть для меня доступная роскошь да это доступная роскошь которая уже восемьдесят пять лет сама себя показывает прекрасно это семейная компания петербурге появилась но то что ты мне показал проход это просто но действительно очень красивый очень красивый это называется на на флагманский бутик канале я читала в прессе я знала о том что она откроется на стороневском и ты знаешь петербург ведь часто все чаще я всегда приезжаю в последние годы петербург командировку и мне нравится что в командировке если есть там небольшое количество времени проезжая ты можешь остановиться зайти посмотреть что нового это такое действительно travel market как мы называем да вот эти предметы ежедневной жизни предметы гардероба которые пришли в аэропорты и в столице командировочных это очень удачно и такой красивый сколько же два этажа верно то есть это огромный магазин в петербурге знаешь он магазин довольно небольшой что он просто очень правильно расположен он расположен на первом этаже основные три линии как мы помним у канале есть три линии то есть это 1934 и не эксклюзив и а black повседневная современная casual линия вот и все три линии представлены на одном этаже плюс есть мезонин где собственно находится примерочный и есть вот этот этаж мезонин это очень по-петербургски ты же помнишь мы с тобой в кемпинске в мезонине всегда чай любим пить и на крыше смотреть на город мезонин красиво раз уж мы про кемпинске вспомнили не можем не поздравить нашу с тобой знакомую женю нагимову с тем что она стала генеральным директором гениальным директором дадим ей сразу аванс вторая вторая дама генеральный директор пятизвездочного отеля в россии поздравляю евгения действительно и то что это петербург жители петербурга получают такие назначения и то что канале открывается в таком флаг 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 шип сто в петербурге на стороневском я все это очень люблю и немного тебе завидую конечно что но горге но ты поэтому наверно так занят что меня даже на трубочку не позвонил ни разу ну татьяну у меня не было абсолютно времени прости пожалуйста потому что пришлось сходить в мариинский на анну нетребка но как ты мог ходить на анну нетребка в тоске пришлось сходить в эрмитаж на линию рафаэля а на виноградово не успел на виноградово не успел не успел ведь не только тебе не успел позвонить на виноградово зайти да пришлось сходить на в новый музей полторы комнаты иосифа бродского в доме мурузи а его и его родители полторы комнаты в коммунальной квартире который когда-то бывало естественно в этой квартире но не была в музее спасибо что ты мне сказал я запишу замечательно потому что александр бродский удивительный архитектор художник сделал превратил соседнюю квартиру которая была выкуплена и несколько комнат той оригинальной квартиры где жил бродский в тоже мой третий бродский будет в петербурге твой архитектор александр бродский потому что еще есть прекрасный музей бродского на площади искусств конечно но в общем малескин петербурга пухнет невский 141 ты сказал невский 141 невский 141 историю про канале да расскажи ты знаешь в милан я приземлялась в милан и я летела и приземлялась очень довольно часто очень многие раз много раз своей жизни и однажды соседом по креслу я как сейчас помню что я путешествовала с сенаторой собачкой в сумке был мы сидели в первом ряду и это был человек который заслуженно занимал первый первый ряд чтобы очень высокого роста и в конце путешествия он протянул мне свою визитную карточку и сказал что если будет секунда или с удовольствием обязательно вот такой контакт и я увидела канале и это была карточка chief financial officer человек который ведет всю финансовую весь финансовый бизнес канале как я тебе сказала очень многих почему это очень хорошо запомнила потому что мы всегда бывали в одних и тех же городах естественно новости все взяли последние из того что нам с тобой тоже интересно и я сказала почему им на канале что это был очень импозантный человек chief officer financial officer в канале он сказал смотрите я почти два метра роста как я мог обойтись без хорошего портного а это же семья лет 85 они шьют костюмы всегда и для голливуда и для армии и для и для красных дорожек и для всегда это всегда было канале и действительно и я говорю но в чем же отличие почему именно канале он потому что это не нудно сорто реале а это очень современно и все на этом и расстались и когда мы никогда с тобой это ведь тема мужского гардероба я считаю что мужской это неправильно это вообще наверное тема правильного классического гардероба она и прописана для мужчин правда и мы с тобой эту нашу любимую тему как потратить и получить удовольствие никогда не обсуждали абсолютно но ты знаешь для меня еще мужской костюм это географии италии потому что как только я слышу имя я его ассоциирую с какой-то частью италии я слышу китон это конечно неаполь а то линии неаполь да я слышу бриония у меня сразу рим возникает в голове я слышу канале это для меня абсолютный милан и знаешь еще почему но ты знаешь франк очень любил гулять по монте наполеоне павеломонзоне павеломонзоне мы ходили вечером магазины были закрыты и естественно я рассматривала витрины этих импозантных мужчин витринах и еще почему я безошибочно знаю у меня есть такой как знаешь ну визуальный паттерн на канале потому что канале всегда используют канале это не серая мужская мода которую я боюсь еще есть была такая шутка когда я работала в мэтт-хеннесси кто-то сказал из французов что он не хочет чтобы его босс носил босс что для него не босс не дай бог босса в боссе и еще один мой коллега пошутил мой прямой начальник молодой венгр в то время купил себе костюм который был абсолютно ему не по фигуре не по росту он сказал я говорю но он купил его в марксе экспенсер но в следующий раз надо ему пойти в марксе экспенсер это будет заметно кстати канале очень хорошо чувствует себя во франции это точно знаю помню по парижским годам жизни и витрины канале всегда я очень хорошо помню что эти были миланские тона тоже знаешь глицы есть вот это лавандовая лаван серая лаванда есть всегда табак есть всегда вот этот антрацит есть всегда оттенки чуть-чуть такого хаки то что ты любишь такая африка с серым это это гриджо это оливковые это вот я очень важно все-таки ну я бы например не смог носить неаболитанский стиль ну потому что я не могу носить но тебе вон никак не я не костюмы на два размера меньше потому что это надо вот так вот чтобы у тебя геннадий и у тебя нет конструкции неаполитанцы ты сложен но не по неаполитанский нет конструкции неаполитанской и в этом смысле конечно неаполь мне намного ближе потому что это такая наша это такое австро-немецкий милан тебе ближе милан милан мне ближе я испугалась что неаполь за два дня после тоски с нетребка только неаполь ну и ты знаешь что милан для меня вообще особенный город и я 20 лет назад и написал книжку про него это была первая книжка на русском языке про милан и путеводитель афиши пять раз переиздавал ну не совсем первая книжка про милан на русском языке писали классики ты знаешь литературные мемуары они для меня тоже путеводитель здесь мы с тобой совпадаем всегда твою книгу я помню когда ты ее писал я очень ценю эти драгоценные часы которые мы с тобой имели вместе в милане и я навсегда это запомню по эти поэтому вот эта миланская классика такая дорогая как бы это это именно это узнаваемый лук узнаваемое качество но никогда не кричащая и ты знаешь это было моей работой заходить и выходить из мужских гардеробных за это мне даже деньги платили формировать их и я очень хорошо знаю что все одно время были увлечены английскими портными бывали в лондоне селились лондон ходили на севиль роял хотели из себя сделать англичан но фигура не английская и не сидит и не удобно но есть персонажи наши с тобой знакомые которые чудесно ты должен быть длинным жилистым сухим и у тебя должен быть рост иначе никакой желательно играть примерно с пеленок и да и много других вещей да но и потом это цены севиль роял которые знаешь миланский житель себе позволить не может поэтому милан для меня это абсолютно ты сказала неаполе и милан это для меня такая абсолютно безупречное стопроцентное попадание если ты хочешь выглядеть если ты хочешь узнаваемо и чтобы тебе было в этом удобно и обращали внимание на то что ты абсолютно элегантен вот милан мне кажется всегда очень для этого удобно ну собственно говоря наверное поэтому крой миланский мы говорим о крой ты знаешь все миланское потому что и миланский образ жизни ты же недаром выбрала милан как город которым ты несколько лет прожила и и десятки лет улежала прежде чем поселилась и велосипед у тебя там был и квартира и я надеюсь включи по дереву снимут карантин все навестим восстановим я дай бог еще будет одно из тех мест по которым я действительно скучаю без которых я себя чувствую неполным это родецкий я очень люблю это знаешь вот не то что я там часто бываю но но я должен на не любишь сидеть сан-марко номера дуэ да люблю но вот для меня именно родецкий это вот ты знаешь когда первый раз зашел туда не убеждай не убеждай я уже и так истекаю слюной и милан и петербург сейчас еще венецию вспомним в общем и и да и и монте наполеоны и все эти места которых я писал и которые для меня абсолютно ну какие-то родные и эти бары и это миланская традиция оперитиво и мужчина хороших костюмах переходи к делу мужчины в хороших костюмах ты знаешь я хотел хорошей обуви ему я веду к чему я веду я веду к тому что для меня я вчера эти уже сказал был на тоске и это тоже очень миланской истории в том смысле что опера для меня прежде всего связано с миланом конечно потому что это ласкало и я люблю ходить ласкало потому что это конечно место повышенной элегантности и особенно я люблю пропорционально купленным апонементом из поколения в поколение как канале ты кстати знаешь что театр ласкало до сих пор остается частным он принадлежит тем семьям которые его основали еще в 18 веке то есть он это такое так сказать автономное предприятие семейное предприятие которое принадлежит его они не только попечители они по сути владельцы потому что мария терезия империатрица австрийская она только дала место под строительство театра подарила потому что сгорел тогда королевский оперный театр в милане и они быстро построили вот нынешний театр который мы помним в начале двухтысячных долго достаточно реконструировался было сильно расширена возможности сценической площадки можно было сидеть в кафе верди и наблюдать за реконструкцией рядом в каком-то еще баре но когда наконец открылся я помню ты был прямо в самом начале на премьере новой сцены и вот это вот миланская миланская публика в этих прекрасных костюмах не кричащих не только что пошитых не хотят и ходят 20 и что позволь сказать не в готовых и для меня очень важно что миланская оперная сцена это зима потому что сезон начинается в декабре в начале для меня это главный показ в милане не только для меня ты знаешь меня этому научили миланцы они сказали пойдем главное главный показ это начало сезона в ласкалы когда ты увидишь все наряды когда ты увидишь всех кто жив показ лиц и конечно класс костюма правда класс костюма и мне очень нравится что это время пальто ты знаешь как я люблю пальто и вот для меня очень важно что идут вот эти наши с тобой подружки тетушки в норковых шутках и их сопровождающие прекрасные мужчины иногда сыновья иногда мужья иногда внуки потому что дама одна не может вечером выносить бриллианты да но у нее всегда с бобровым воротником есть спутник который конечно же под да можно поправлю со щипаным бобровым воротником и ты знаешь когда я нашел бобровым это у нас куда летает с 7 и когда я нашел здесь в канале вот это вот это пальто слава богом верни скажи а это на пуговках подставной бобер или он вшит стационаром да он на пуговках конечно 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 да ты не помнишь у меня было пальто классическое точно мужское пальто со щипаным бобром и тоже со съемным воротником да это очень у меня у меня шарф мало ли холодит мало ли на джемпер да ты бы конечно превратила его тут много для тебя вещей которые ты бы во что-нибудь превратил и надя почему ты мне сегодня комплимент не делаешь я в полном мужском пиджаке я убрала посмотри я в мужской рубашке на мне сегодня часы на мне сегодня в две пуговки манжет татьяна простите курьеры я здесь геннадий да я думал что ты уже отошла к курьерам нет нет они все время звонят да ну вот и это конечно это конечно же совершенно и для меня вот это конечно такое церемониальное пальто которое под которым легко себе представить либо классический смокинг и и ты знаешь я даже рад что у меня есть возможность показать именно там нелетнюю коллекцию когда город заметен снегом а москва вообще под снегом нелетнюю коллекцию а вот вещи такие абсолютно вневременные но посмотри еще возвращаясь к пальто ты знаешь стресс-код это моя тема да и всегда нелепо смотреть когда человек выбегает из лимузина на плечах кожаная куртка может быть тоже со щипанным бобром но кожаная куртка или смокинг или безупречный черный костюм вот этот вечернее пальто которое на самом деле можно превратить вечернее да именно вот этим воротником опушкой элегантностью если ты в офис там или не знаю на деловой встрече не идешь смехом то ты можешь вполне иметь в одном два 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 выхода да это в чем функциональность еще к тому же канале в том что это всегда удобная взаимосочетаемость вещей и многофункциональность конечно конечно экономика об этом потом поговорим в общем это роскошный ряд и еще очень часто нас с тобой спрашивают знаешь можно я тебе задам такой у меня есть маленький questionary к тому что ты сказал и я задумалась ты сказал что канале это очень удобная роскошь действительно потому что ведь в канале в канале можно зайти и в одном магазине найти для себя все что тебе нужно для жизни для мужчин это очень мужчина требовательно они знают точно что им нужно и удобно когда все это в одном фасоне и в одном крое происходит и это твой крой твой твой фасон тебе он подходит скажи значит мы начали с тобой с театрального в конце концов вечернего нарядно официального лука он есть здесь есть смокинг безупречно я вижу здесь есть и черный костюм скажи черный костюм конечно здесь есть черный костюм который ну который вещь универсальная абсолютно смокинг смокинг прости black tie согласись не обозначает смокинг black tie это значит официально нарядный дресс-код то есть черный костюм для мужчин черный костюм в котором никто никогда не ходит в офис запрещено ходить черным но черный костюм это совершенно для другого это траур это официоз это театр это это повод совершенно не не офисный и не деловой я не говорю что в нем нельзя прийти на коктейль по случаю подписания контракта да но тогда нужно переодеться и вот этот черный костюм ты знаешь как его трудно в мире найти хороший стандартный удобный черный костюм я да представляю себе это это не простое скажи это три пуговицы пиджак или две это две пуговицы это такое такая вещь который отвечает знаешь любым все-таки три пуговицы сейчас я считаю в современном мире становится достаточно редкой вещи потому что говоришь зависит от роста если человек от роста высокий то три пуговицы скрывают им ими можно как бы растянув рост да можно чуть-чуть ведь в чем секрет хорошего ката хорошего кроя в том что можно сформировать пропорцию и фигуру человека подправить удлинить добавить фигуры но в общем ее можно сконструировать ой покажи распахни пожалуйста брюки да гениально покажи пожалуйста это пуговицы или зип а это на зип но пуговицы покажи пожалуйста она на внутренней отстрочке на внутренней отстрочке есть силиконовая маленькая полосочка у самого пояса не заметно тут нету в силиконовой полосочки но есть очень удобный вот такая двойная петля которая делает ну который усаживает брюки на фигуру даже на нестандартную фигуру вроде моей она усаживает достаточно но это вот секреты мужской конструкции брюк то что никто никогда не делает для женщин а покажи пожалуйста покажи пожалуйста сам пояс вот пояс с области спины можно еще раз распахнуть да конечно здесь все сделано меня все устраивает как мы любим здесь подобрать 5 миллиметров есть куда подобрать правильно щипами со всеми и прекрасно сделаны для чего такие длинные карманы для того чтобы они попадают к коже ног к ногам к телу и соответственно меньше мнутся брюки когда есть такой дополнительный подклад в карманах это тоже секрет который ну и мое правило если вы что-то это ведь готовая вещь ее не нужно заказывать ее нужно только иногда подсадить для себя правда ну да и ты знаешь что мне еще нравится в черном костюме потому что ну у тебя появляется черный пиджак который ты пиджак все-таки от смокинга ты ни с чем другим ну по сути да ты можешь его конечно что-то фэнси с джинсами надеть но черный пиджак ты можешь надеть чем угодно как раз с джинсами рваными нерваными но так сказать это быстро превращает особенно в эпоху зума быстро превращает в вечерний нарин но смотри вернемся к вернемся к смокингу здесь есть здесь есть navy blue здесь есть черный здесь это мой совет ты знаешь это редко где ведь самый фотогеничный мужчина сам мужчина становится самым фотогеничным объектом на черно-белом дресс-коде на black tie дресс-коде если он одет не в черный смокинг а если на нем надет темно-синий потому что темно-синий это очень фотогеничный цвет правда да и он сразу будет выделяться когда меня спрашивают какого цвета должен быть настоящий смокинг для меня он должен быть и синий черный именно такой как у канале сейчас висит и если мы сделаем фотографию то только человек в темно-синим смокинге будет заметен потому что это живой цвет черный действительно черный не меняет цвет ну в черном будут дирижеры в черном будут метродотели в черном будут черные костюмы а истинно черный темно-синий смокинг это всегда абсолютно безупречно это безупречно я по-прежнему люблю классический черный но вот скажи теперь еще такую вещь вот классический воротник или воротник шалька который тоже часто очень в смокинге используется и для смокинга тоже его можно назвать классическим то есть одна пуговица шалька одна пуговица классический такой воротник как мы его привыкли видеть какой я вижу на тебе породник и это вполне себе отвечает на вопрос но вот как тебе нравится такой это все зависит от фигура того у кого рост грудь какой объем фигуры объем груди если можно скрыть подчеркнуть это кто как любит и ведь в этом то есть роскошь канале что у них есть любые 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 фасоны и есть выбор когда у человека выбор есть он не закован перед одной модели в которую нужно обязательно влезть это совсем это очень удобно это это позволяет тебе найти свою модель которая тебе сделает и смокинг и бизнес и casual и как ты видишь они еще и тройки да но опять-таки правило что если у мужчины есть живот то ему предпочтительно конечно же носить жилет а если у мужчины плоская фигура без живота то он может прекрасно выходить с поясом когда есть пояс жилет надевать не нужно ты мне еще бабочку показывал можно и бабочку и пояс я тебе сейчас на нашу и то и другое и я считаю что конечно то что бабочка классическая и пояс который на вещь достаточно удобно бабочка самовяз ты знаешь бабочка не самовяз бабочка не самовяз но петля у нее сзади да в этом смысле бабочка абсолютно сзади ты знаешь меня очень не нравится как то кто-то выпрячивает свою фотографию и дает крупный план когда крючок на бабочке прямо здесь виден как у официанта который пробуется на должность знаешь в униформе выдает и это сразу выдает смотри пояс как сделан безупречно опять-таки с белым полотном вот это есть ведь в чем огромное преимущество канале согласись в том что это made in italy и вот это ничем никогда но это не подменить в это не сыграть я не так давно выбирала в лондоне и ты знаешь никакой такой подбивки белой тканью вот этой правильной саржей в поясе не было конечно made in italy они знают толк они знают как сделать мужчине удобную одежду потому что она будет впитывать в пот она не будет мяться это все будет выглядеть вот в этом очень важно не только внешний цвет но если на нем в нем удобно будет жить и находиться ты знаешь ты затронула еще интересную тему потому что но мы знаем что естественно канале дни не 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 перст выпивающего пустыни есть компании которые работают в этом же сегменте это корнели они термина джельда дзенья и так далее ну в основном вот эти три канали дзенья и корнели они но только канале продолжает на сто процентов отшиваться в италии абсолютно и да когда они в районе милана made in italy это made in italy комплитаменте это это фундаментальное их убеждение у них модернита и рационалита геннадий рациональная современность все обоснованно никакого фру-фру никаких претензий это база это действительно для меня база но вот хорошо это смокинговая рубашка но я уже умираю от зависти потому что я бы ее сначала надевала на выход а потом с этой прекрасной плясой грудкой и ее и вот а потом бы уже наверное в путешествие в экзотические страны а потом просто на пляж и жила бы она у меня 20 лет после того как тот мужчина который у которого удалось выманить эту рубашку мне позволил ею пользоваться потому что это действительно произведение искусства и в этом все можно не играть можно выйти как ты знаешь просто белой рубашки она будет перфектно но когда есть съемные стадзе гвоздики когда и съемные пуговки для петель да съемные пуговки которые можно заменить если у тебя есть канале позаботился он дал тебе черные эти стадо съемные черные пуговки если у тебя есть дома жемчуг руми рубин или какой-то другой драгоценный камень ты можешь вполне пользоваться своими съемными пуговками да я вам покажу дорогие друзья что имеет ввиду татьяна это вот эти вот стадзе съемные пуговицы которые снимаются но в то же время в канале позаботился но ты можешь это ведь дресс-код black tie это первый дресс-код когда мужчине позволяется надевать драгоценности да и обычно эти стадзе они рифмуются скажем по металлу и по камням с часами и чаще всего с запонками верно это целая такой аксессуарный ряд мужской как да это очень красиво и они это настоящее вот это прямо настоящее правда и посмотри ручная сборка рукава посмотрите складочки на рукаве и кстати вот эти стадзе их можно купить на аукционе старинные их можно купить ювелир можно купить любые можно купить антикварно в петербурге если у вас их нет и вы хотите сыграть дорогую бедность пожалуйста но канале позаботился двойной манжет дабл баф прекрасные запонки и тоже вы можете узелки вы можете сыграть драгоценный камень но это все абсолютно есть и это если конечно вы пойдете скажи пожалуйста когда будет первая сессия made to когда будет первая сессия мтм у канале санкт-петербург во-первых во-первых здесь в канале есть два типа заказа да есть made to measure то есть мтм то мизура и made to order да различаются они ну на самом деле не так чтобы сильно но made to measure когда с клиента снимаются мерки да и когда все это делается ну действительно по индивидуальным меркам и made to order мтм это когда берется классический костюм компании классический костюм канале и человек выбирает себе только ткань и говорит он выбирает себе фасон классического костюма верно он выбирает удобный фасон и просто по нему убедившись что этот фасон ему подошел ведь как говорит портной что сначала нужно пожить в этом там я не знаю 8-10 раз выйти дома костюма только потом понять где и что тебя не устраивает с первого раза это не будет понятно и когда ты понимаешь что здесь тебе хорошо здесь нужно чуть-чуть где-то подтянуть и ты затем приходишь берешь книжку тканей да и выбираешь я сейчас пройду собственно из моего вот этого замечательного подземелья из моей кавы пойду наверх и кстати говоря тут в бутик канале можно подъехать и войти со двора здесь так сказать полностью может быть достигнуто privacy во первых на Невском наверное сложно остановиться и потом во первых я тебе хочу наедине крыться от толпы познакомиться с джентльменами добрый день пожалуйста представьтесь меня зовут Эдуард я МТМ менеджер менеджер по индивидуальных заказам бренда канале в Санкт-Петербург очень приятно вот Эдуард как раз меня зовут Татьяна Полякова и я хочу вам сказать что вы очень элегантный ваш жилет намекает на то что вы имеете отношение к портновскому мастерству где вы учились своему своему ремеслу я с уважением называю это ремеслом потому что это дар это талант к этому нужно иметь расположение вы учились у старых мастеров в Италии или в Петербурге нет я и начинал работать и в общем то путь в Петербурге у людей которые как раз начинали фэшн индустрию в России первые бутики как раз открывали были открыты имиджи я в общем то принимал от них весь опыт но вы сертифицированы канале вы ведь прошли школу в канале обычно наверное совершенно верно правда да канале дала допуск официально представлять данную услугу я знаю всегда есть процедура допуска ну я тебе хочу показать еще как сертифицированный МТМ менеджер выглядит и во первых понятно что сегодня от классического костюма можно легко перейти к джинсам но элементы жилетка и классический элемент на того как у него выбор выбор воротничка для рубашка пропорции ширины галстука и ширины лацкана мне уже достаточно понять что человек имеет отношение к портновскому мастерству и так как сложен его на грудный платочек эпик называется платочек сложен формой эпик это мое любимое это мое любимое вложение платка это действительно хлопок или это может быть смесь хлопок и шелк но я не люблю вот этих прекрасных таких квиверов уши наверх вот это для меня классика которая подойдет в белом батисте в black tie в официальный выход и в цвете прекрасно украшает прекрасно украшает костюм работает с образом коллеги нашего коллеги назовем так ну вот а собственно вот коллекция значит это книжки в которые я приду в которые я смогу выбрать ту ткань для того чтобы заказать удобную мне модель в той ткани которой нет в серии но которые ткани которые отобраны канале правда? да это скажи итальянские ткани в основном конечно это в основном итальянские ткани которые делаются на севере Италии как мы знаем в основном это такая пьемонтская история старая где ты любишь я знаю английские ткани но именно англичане на севере я люблю ирландские ткани конечно именно ирландские и англичане ставили вот это производство тканей на горных реках потому что нужна нужны водяные мельницы были для того чтобы ну вот то есть недаром то где придется шерсть и то где мелится зерно называется одинаково мил да мельница и потому что и то и то стоит на я тебе пересылала сегодня в директ фотографию двух прекрасных персонажей на милле как ты помнишь да с упаковками шерсти которые пойдут потом да 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 абсолютно абсолютно ты знаешь я слышала что спроси пожалуйста у коллеги я слышала что у канале есть специально по заказу канале созданные на севере Италии ткани которых нет в книжках ни у кого из других компаний правда ли это вот сейчас мне такую книжку показывают это эксклюзивное предложение скажи пожалуйста обложку этой книжечки что на ней написано ты знаешь на ней написано то же самое канале 1934 просто но тут надо знать просто и во время сессии МТМ тут соответственно клиенты все это покажут и они ты знаешь это всесезонные ткани как по сезонам они называются четыре сезона не скроем потому что нет такого правила что летом серый зимой черный нет абсолютно сейчас есть ткани четыре сезона в которых можно пережить и прохладу и жару поэтому это как раз очень современная хорошая ткань для меня такой есть так сказать один из икон мужского костюма Антонио Бардера когда-то мы с ним говорили и он рассказывал что ты знаешь я люблю вообще для меня во-первых нет такого что лен это летняя ткань а шерсть это шерсть это зимняя ткань и так далее и что если ты из Москвы тебе обязательно нужно обшиться в векунью в которой ты спать да ты же не спишь на снегу а ездишь в лимузине зачем тебе брюки из векуньи вот эти все вопросы очень абсолютно и он рассказывает что для меня для меня например шерсть идеальная ткань для кашемира или шерсть идеальная ткань например для галстука и я очень люблю хлопковая рубашка льняной пиджак из тяжелого льна зимой с кашемировым галстуком и уверена что у канали тоже есть кашемировые смесовые галстуки в пять складок должно быть если это миланская компания три пять складок всегда будут у канали галстук да и конечно что отличает хорошую рубашку и хороший костюм это качество пуговицы количество ручных операций верно да и это это вот в этих деталях и есть твое отличие человек который не понимает в этом видит что это просто элегантно человек который понимает для него вот это и есть ноты для него это и есть азбука секрета того что человек заказывает может в состоянии себе выбрать правильный подклад удобный эргономичный подклад да что мне еще у канали нравится что у них очень много классики которые абсолютно выстроены в современную жизнь встроены есть такие прекрасные пиджаки в современных линиях из современной линии ежедневной линии которая из правильной современной ткани и у нее будет съемный капюшон который абсолютно многофункционально и пиджаки которые у которых конструкция подкладки в нее вшиты даже карманы для блютуфовских девайсов устройств все маленькие детали которые для мужчины важны и ведь хороший портной разбирает клиента первого он всегда спрашивает сколько у вас пара очков сколько какие сигареты вы курите сигары берете ли с собой сколько у вас записных книжек как у вас выглядит кошелек для того чтобы это правильно уложить все в подклады в карманы потому что пиджак это сумочка мужчины помимо того что это им статус поэтому конечно мне так нравится перебирать эти пуговицы это это абсолютное совершение скажите пожалуйста какого числа у вас начинается мтм сессия начинается на 26 февраля и подлится 3 дня ровно через 10 дней 26, 27, 28 февраля кто-то приедет из итальянских из представителей фабрики принимать заказы и работать с заказчиками верно? обязательно будет представитель бренда канале специалист он русскоязычный исходя из реалий это удобно буду присутствовать непосредственно я и представители уже от бренда само собой в течение 3 дней будут проводить консультации сколько примерок вы будете делать на МТМ? на МТМ как и на МТУ так как костюмы приходят незаконченные в любом случае у нас будет минимум 2 примерки то есть браво это 2 примерки это роскошь меня приучили когда-то партнер к 3 примеркам но мы говорим о Милане Милане когда люди могут прийти это было классик это было 20 лет назад 2 примерки это большое уважение клиенту не говори что будет хорошо вы не беспокойтесь не беспокоимся просто не может быть хорошо когда ты первый раз даешь заказ всегда нужно узнать фигуру тебе должно быть в нем удобно браво значит 21 20 26 26 28 28 февраля я поняла вас это очень важно и это очень-очень это очень-очень удобно скажите пожалуйста это правда что канале я просто прочла это в новостях я лингвист и я очень люблю новые слова я слышала что у вас есть модель которая называется шакет шакет это шерт и джакет это сейчас очень популярная модель которую используют люди которые работают онлайн и в зуме это сочетание это удобная такая конструкция верхней одежды которая что-то между рубашкой и пижаком это тоже разработка канале как и эти ткани которые книжечку которые сейчас геннадий листает и это конечно мне все это история очень нравится но это вообще очень миланская история потому что я помню и в 20 лет назад тоже были например такие вещи как свитер джакет когда абсолютно деконструированный пиджак без подкладки без неких без каких бы то ни было конструкций на плечах в плечах и мягкостью и так сказать из тончайшего кашемира так что естественным образом эта конструкция должна была дойти до пиджак рубашка да кстати да рубашках ведь у хорошей фабрики будет всегда несколько видов воротничков да высоты стойки и самих самих воротничков я знаю что как раз канале один из первых дал понять что галстук в офисе можно жить без галстука и есть такой есть такое горловина которая ворот которая называется bowling color shirt и это что-то между Mao и Nero это образно говоря ворот который позволяет классический строгий костюм носить с рубашкой без галстука и еще мы с тобой то что мы с тобой любим это трикотаж итальянский верно ну конечно и в канале есть шикарный шелк шелк в смеси и чистый шелк вот этот трикотаж шелковый мужской вязный прекрасный трикотаж из шелка это конечно то что итальянцы всегда на шее носят помнишь никогда не одевают ни один трикотаж на голое тело абсолютно хотя у них есть такая поговорка трикотаж это вторая кожа и прекрасный кашемир это вторая кожа и шелк это вторая кожа да но они всегда носят это на рубашку да это очень очень важно не в объект на голое тело а именно на рубашку и на шею потому что нежная кожа шеи очень любит и да прекрасное качество трикотажа но нежная кожа но подвеску подвеску или это все уже так было пленительно красиво ну послушай это конечно было потому что это то что может представить магазин 141 это то что это твоя гардеробная даже твоя требовательность я думаю удовлетворена ну и конечно здесь абсолютно прекрасные вот эти ткани и шерсть с кашемиром и просто шерсть и приятно как ты думаешь мне было бы приятно прикоснуться ты знаешь приятно 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 и можно да шею можно вот так вот прикоснуться к шее есть некоторая некоторая приятность в этом всем ты знаешь не колется не колется не ничем но очень красиво заломы очень нежные намекает на то что не царапает руки скажи пожалуйста а можно посмотреть полы внутри подклад я вот это очень люблю ты знаешь здесь вообще вообще идеально сделано потому что во первых я тебе помнишь говорил что есть три линии у канали и высшая линия называется эксклюзив и это вот как раз естественно что это линия линия эксклюзив потому что она и по по крою и по тканям она конечно так сказать она в этом смысле эксклюзив посмотри на спине подкладка верно только на плечах и в рукавах подкладка интересно сколько грамм весит этот пиджак это просто роскошь для путешествия он не мнется потому что в нем такая смесь ткани и он без лишних отягощений да сейчас я попробую понять значит здесь пятьдесят пятьдесят один процент шелк и сорок девять процентов каши мир то есть здесь вообще нет обычной шерсти и это совершенно конечно она невесомая и это ну мне всегда очень нравится выворачивать все эти вещи конечно и смотреть как это все организовано и кстати говоря вот эта линия эксклюзив она еще отличается тем что у нее у нее ты видишь как сделаны манжеты обшлага у нее всегда есть возможность открыть петли все для этого есть и не надо подправить длину стова да либо подправить либо просто ну многие я например люблю когда у меня петли открыты когда я могу расстегивать петли пиджака так же как петли рубашки и это дает большую свободу это дает больше ощущений и конечно этот пиджак еще хорош тем что он абсолютно всесезонен потому что шелк с кашемиром ну хоть это холодильник открывает то что мы любим да это это ну да это прибалтийское лето это так сказать это и обрати внимание еще вот это вот это роскошный шелк не дразни Геннадий не дразни а что такое Black Edition Black Edition сейчас мы пойдем посмотрим покажите что-нибудь из Black Edition и потом еще хочу если позволите одну эргономику увидеть сейчас мы что-нибудь я требователь Геннадий да модернита э рационалита посмотри цвет 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 посмотри какой цвет но это уже почти цикламен это такая брусника да наверное может быть телефон да это это но сочетание вот этого прекрасного оттенка с тем пиджаком смесовой ткани который ты шелк и кашемир показывал или вот этот прекрасный прекрасный оттенок здесь тоже да посмотри вот есть такой например пиджак если взять его взять его взять его и все это и все это посадить на нормальное нормальное классическое денима джинсы да и кстати говоря джинсы 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 у канали они достаточно они 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 находятся среди ты знаешь что итальянцы практически не носят американские джинсы итальянцы любят свои да итальянские и свой кат или вот и они носят то что называется с артериале то есть портновские джинсы которые сделаны совершенно по-другому то есть это деним это вот деним эксклюзив и посмотри как как сделаны тоже джинсы они ну чтобы рубашка не выходила видишь прошит поясу конечно смотри какая женскому гардеробу не снились такие удобства я просто пуговица какие какие как это все сделано и конечно же это деним такого качества который очень часто в который подмешивается кашемир в который подмешивается шелк с тем чтобы тоже очень много денима да потому что мамы мамочки миланские конечно заботятся о своих сыновьях когда они им приобретают или советуют вещи вот мы Денис принес нам black эдишн технологичное что-то более городское такое урбанистическое легкое функциональное это обязательно дышащий подклад что это за речь это покажите пожалуйста ее да вот это вот эргономика мне очень нравится то чтобы не пропускала воду капюшон съемный разумеет на кнопках все очень комфортно для повседневной городской жизни но мне нравится что у каналии всегда были очень известные плащи миланцы их очень любят у каждого миланца есть обязательно мужа шуры марии всегда будет на миланском сленге это жена уважаемого себя миланца у него всегда будет плащ импрегнированный как говорил мой папа действительно водонепроницаемое хорошее пальто плащ пальто от канали и вот это и есть black это и есть black это современная casual линия которая может быть да вот смотри например они пишут что это leaf и говорят что во первых это light weight то есть невесомые во вторых они resistant то есть они сопротивляются внешней среде soft touch то есть они мягкие это breathable то есть дышащие и это waterproof то есть они водоотталкивающие конечно не водонепроницаемые потому что такой ткани возможно и нет но водоотталкивающие во всяком случае если это легкий дождь или это какая-то сырость то но в общем здесь вы меня убедили скажите пожалуйста а сколько типов сколько типов галстуков есть в магазине канале ну ты знаешь так вот если говорить о том что сегодня представлено не на сессии мтм то это галстуки видишь достаточно они все спокойные это разной длины разной ширины разной ширины это как правило три защипа если это не эксклюзив то это три защипа и если эксклюзив то пять но скажи пожалуйста что мы называем защип это как раз складки из чего составляет форма галстука из чего состоит структура галстука да и от чего зависит его качество я знаю что у канале галстуки как раз мы знаем ты знаешь как я люблю галстуки маринелла но они очень не стойкие непрактичные я бы сказала капризные как мы знаем галстуки не гладят их складывают в ракушку они высыпаются до следующего момента выхода из шкафа и они сами по себе разглаживаются так вот галстук канали это он очень любит путешествовать в багаже потому что действительно он очень терпеливый он очень практичный очень стойкий это же главный аксессуар это макияж мужчины хороший галстук верно и если говорить есть такое правило то что каждый костюм это там 8-10 рубашек а каждая рубашка это 4-5 галстуков галстуков никогда не может быть много у мужчин он его выбирает всегда сам поэтому конечно качество галстука в канале если с чего начать и понять разницу что такое эргономика что такое современно что такое качество что такое made in Italy есть очень много есть очень много поводов все поводы в общем я практически на все вопросы получила ответы о том что это и для дэнди и для современного скромного не кричащего горожанина для человека с активным образом жизни человека который находится в бизнесе который должен быть уверен в своем удобстве и сиборит путешественник путешествующий человек который много часто в командировках может подправить свой гардероб зайти в канале в один из 100 магазинов в мире это конечно все очень удобно убедительно и это деловая деловая это как раз это как раз в канале что 1934 да это основная линия в канале 1934 и но тут же и тут же геннадий вот это камеру не отводи все камеру не отводи я выхожу из эфира геннадий к сожалению мы могли бы на своей теме наверное еще провести время Татьяна вот тебе еще на прощание а даже не столько и не столько этот портфель потому что мы с тобой портфелями особенно не пользуюсь но я хочу тебе показать почему у меня есть два ну у меня тоже есть но что-то я не видел тебя с портфелями что в них хранишь но это отдельно не будет секрет но я тебе хотел показать это ты знаешь это называется флор де боско флор де боско этот мрамор которому облицованы внутренние пространства магазина то есть глас алмаз сразу отметил да лесные цветы совершенно прекрасный вот этот цвет потом придет интерьер офиса и дома переделает зайдя в канале на Невский 41 ну и вообще вот эти эти панели ты знаешь очень свежий очень свежий вид этого ботика ну и понятно потому что он только что открылся но мне еще очень нравится то что знаешь то что мы с тобой то что мы с тобой любим ардеко то что мы с тобой любим вот этот стиль миланский стиль и это конечно здесь абсолютно заметно и абсолютно прекрасно ну и начав и заканчивая нас с тобой эфир с прекрасно с прекрасными амарилисами иначе ну подразнил и Миланом и Петербургом тебе это конечно блестяще удалось и да с кошным кашмиром и шелком и всеми прекрасными историями итальянских семей которые достойно продолжают дело про то что действительно качество это в деталях удовольствие тоже всегда в деталях но еще один адрес в мой петербургский Малискин я тебе желаю прекрасного полета и спасибо за такие за такой красивый понедельник тифу ту в понедельник я видела ты пил чай я тоже пила чай букеты по понедельникам мы сохранили а действительно как мы назовем это это ну это абсолютно я бы сказала это абсолютно современная роскошь да и абсолютно ну хочется чтобы она стала повседневной и зумы и онлайн и офлайн и все ситуации жизни и спорт и лэжи мы с тобой в кои-то веки решили поговорить о мужском костюме и в общем нашли я думаю идеальный идеальный пример для того чтобы обсудить эту тему и мы начали с оперы мы начали с черного костюма мы начали со смокингом мы начали с black tie и и заканчиваем костюмом на каждый день который капюшоном да и кармашками для блютуфа да да браво спасибо за твое терпение за то что ты так терпеливо отвечаешь на все мои вопросы и спасибо за не первый не первый спорт да и за то что ты так же любишь подклад и так же любишь то что делается на заказ каприза на заказ и это действительно дорогая дискретная роскошь невидимая роскошь геннадий ты очень элегантен сегодня поблагодарим коллегу за то что он нас принял и за то что нас приняла бронка групп и невский 141 большое спасибо за поддержку большое спасибо за то что вы определяете наше увлечение нашу тему как потратить и получить удовольствие спасибо геннадий до свидания не забудьте мне писать до свидания до свидания до свидания спасибо всем